Мы здесь жители, живем с самых первых дней. Нас никто не спросил, что у нас будет рядом. Это что за отношения таких к людям администрации? И вы хотите, чтобы люди поддерживали такую политику? Жители улиц Победы и Богданова возмущены. Зеленую территорию возле их домов оградили. Здесь собираются строить двухэтажное здание. По информации администрации, Центр детского развития. То, что здесь будут дети, наверное, хорошо. Но не получится ли так, что завтра им откажут в аренде, допустим, и здесь будет какое-то заведение, ресторан или еще что-то, что жителям здесь абсолютно не нужно? Ну, первоначально действительно здесь планировалось под строительство торгового здания, торгового офисного назначения, в общем-то, фермерский магазин, а в последнее время товары из Крыма, Крымской подворья. Заместитель руководителя администрации Константин Венков объясняет, решение о строительстве было принято в 2013 году. Планировали построить торговый центр. Это предложение было опубликовано и одобрено на публичных слушаниях в 2014 году. Затем проект скорректировали. Решили строить не магазин, а центр детского развития. Уже есть договоренность с организацией, которая откроет в новом здании кружки и секции. Уже есть предварительные договора с государственным мониторным предприятием Москвы, которое образовано при департаменте культуры, который как раз занимается вопросами развития ребенка. На собрании присутствует инвестор. По его словам, прежде чем планировать здесь стройку, проводился мониторинг. Опрашивались жильцы. Я сам лично проводил опрос среди местных жителей. Несколько дней общался с молодыми мамами и папами. Подавляющее большинство молодых матерей и родителей с удовольствием, многие говорили благодарны за то, что мы хотим здесь делать. Даже в данном районе мы узнавали, что только в детский сад очередь составляет 300 детей ежегодно. Отчасти этот центр разгрузит уже эту проблему. Вот собрались. Я молодая мама. Мне он не нужен. Здесь много народу. У нас очень много подписей, которые мы собрали. У нас есть два центра. Присутствуют здесь и молодые мамочки. Они говорят, согласия не давали. Жильцы защищают зеленую территорию и хотят все оставить как есть. У нас детский центр есть. По улице Победа 20. Ежик и Медвежонок. Есть у нас детский центр. Еще раз один. Зачем нам еще нужен третий детский центр? Он как маме, он мне нужен. Он как маме, мне нужна зеленая трава. Все против. Вот с кем бы я ни разговаривал, я говорю, что там за стройка. Люди все возмущаются. И гляжу, что так городили. Это такое, получается, что частник захотел, загородил в любом куске земли. И что хочу, то и построю под прикрытием, что это для детей. Впрочем, депутат по 18 округу Геннадий Червяков замечает, это мнение людей не стопроцентное. Есть жители, придерживающиеся другой точки зрения. Только на это собрание они не пришли. Сейчас нахожусь как бы между двумя огнями. С одной стороны, жители, которые не хотят этого центра. С другой стороны, жители, молодые мамы, которые хотят, чтобы дети все-таки занимались. Чтобы здесь были какие-то секции. Да, на Детской есть уже центр для развития детей. Но, насколько я знаю, он небольшой. А город у нас, в общем-то, неумолимо растет. И деток наших надо куда-то водить. Ну, у меня у самого маленький ребенок. Я тоже живу здесь. А вожу ребенка на занятия на Толмачево. Депутат заявляет, если бы получить юридические гарантии, что это точно будет детский центр, то, может быть, люди посмотрят на строительство иначе. Мне бы хотелось, чтобы каким-то способом юридическим администрация зафиксировала деятельность этого заведения, детского заведения. Потому что у нас идея благая, как бы она не превратилась во что-то нехорошее. Любое строительство на земельном участке осуществляется в соответствии с видом разрешенного использования этого участка. Если строится магазин, то и назначение земельного участка под строительством магазина. Если здесь будет детский центр, то так и будет написано, что назначение для размещения объекта общественного назначения или социального назначения. Константин Венков замечает, деятельность объекта прописывается сразу, еще до строительства. И превратиться детский центр в магазин не может. Впрочем, опасения и протесты жителей он принимает к сведению и обещает еще раз пересмотреть решение о стройке. Все равно окончательное решение, конечно, будет приниматься еще раз, взвешивать будем эти все позиции.